Добрый день! Закончились выборы депутата Народного собрания Гагаузии. Сегодня, в принципе, все подводят итоги. Мы решили тоже подвести свои итоги. В воскресенье мы заметили, что если выборная кампания начиналась в Гагаузии, было, в принципе, три команды, то в воскресенье мы заметили, что две команды уже объединились. Значит, партия коммунистов и общественное движение и не Гагаузия, но единая Гагаузия работали совместно. Это говорит о том, что, скорее всего, в Народном собрании будет две фракции. Мы, значит, после выборов приступили тоже сегодня к созданию своей фракции. Выборы показали, что в большинстве населенных пунктов предпочтение избирателей дали избирателям от Новой Гагаузии. Вчера мы, значит, решили создать фракцию. Было подписано меморандное соглашение между депутатами, представляющими Новой Гагаузии, а также лидерами и патриотами других населенных пунктов. Значит, я хотел бы сейчас это соглашение зачитать. Меморандное соглашение между депутатами Народного собрания Гагаузии от 24 сентября 2012 года. Мы, депутаты Народного собрания Гагаузии, пятого созыва с тремя конструктивного сотрудничества и совместного взаимодействия во благо народа Гагаузии, пришли к следующему соглашению. Депутатам, представляющим Общественное объединение Новой Гагаузии, депутатам, представляющим иные патриотические силы, депутатам, лидерам отдельных населенных пунктов Гагаузии, объединиться в единую парламентскую команду и создать в Народном собрании фракцию за обновленную и сильную Гагаузию. Приоритетами своей работы определить следующие цели и задачи. Консолидироваться как внутри Народного собрания Гагаузии, так и в целом по всей автономии. Внутреннее взаимодействие должно быть таким, чтобы мы успешно работали во благо защиты интересов народа Гагаузии через ее политическое обновление и социально-экономическое развитие. Назрела необходимость переформативных взаимодействий между ветвями власти – центральными, региональными, местными. Источником консолидации должна послужить проблема Гагаузии и эффективное решение о неличной пристрастии отдельных чиновников. Пришло время объединить всю Гагаузию, все его патриотические и политические силы и гражданское общество, чтобы направить эти силы на создание экономической основы для развития Гагаузии. Провести мониторинг закона Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии и уложение основного закона Гагаузии и принять необходимые нормативно-правовые акты по укреплению статуса АТО Гагаузии. Изменить идеологию и деятельность Гагаузии. Перейти от практики дележа к политике, направленной на стимулирование экономической деятельности, на создание новых хозяйствующих субъектов, рабочих мест и в конечном итоге на увеличение регионального бюджета. Способность совершенствования законодательной базы направлена на улучшение жизни наших избирателей, разработать и принять совместно с ведущими экспертами различных стран долгосрочную программу социально-экономического восстановления и динамичного развития автономии Гагаузии. Гагаузия должна стать сильной и обеспечить достойную жизнь всем слоям населения, сохранить и развивать самопытность Гагаузии, ее национальные обычаи, культуру, язык, защитить систему образования Гагаузии от оптимизации и разработать национальную образовательную программу, приумножить традиции народовластия, расширить парламентские связи с коллегами, строить деятельность фракции за обновленную и сильную Гагаузию на принципах конструктивного диалога, эффективного взаимодействия и патриотизма, опыт и силы и знания должны быть направлены на создание условий для достижения народом экономического и социального благополучия на земле Гагаузии. Депутаты Народного собрания Гагаузии поддерживаются данным меморандумом. 19 депутатов Народного собрания поддерживают меморандум, но я хотел бы сегодня призвать и всех остальных депутатов, мы не будем договариваться с партиями, мы не будем договариваться с общественными объединениями, мы строим свою фракцию и обращаемся сегодня к депутатам Народного собрания, что желающие поддержать наш меморандум, естественно, что они могли бы войти в нашу фракцию, для того, чтобы мы дальше делали все возможное, чтобы обновленная сильная Гагаузия дальше развивалась. Да, если я сказал, что сегодня поддерживают такое соглашение 19 депутатов, я думаю, что в дальнейшем количество депутатов обязательно увеличится, потому что мы сегодня ведем переговоры с 5 еще депутатами и приглашаем сегодня и всех остальных депутатов. Это избранные депутаты Народного собрания 5-го СОЗОВа. Значит, после утверждения циклами апелляционной палаты мандаты этих депутатов мы сможем их и озвучить. Значит, я уже сказал, что я не буду сейчас озвучивать, с каких населенных пунктов и фамилии наших депутатов. Значит, я сказал, что 19. 19 человек, которые поддерживают сегодня нашу фракцию. Но возможно, что в фракции будут еще депутаты. Сегодня нельзя в Гагаузии ставить вопрос, кто с какой партии или независимые. Потому что мы видим, что в Гагаузии сегодня образуются, это мое мнение, образуются две фракции. Поэтому я думаю, что и представители трех партий, которые сегодня также имеют представители Народного собрания, наверняка тоже будут в обоих фракциях. Я об этом как раз и сказал, что команда была в Новой Гагаузии образована перед выборами. И, значит, команду Новой Гагаузии, значит, вошли также и патриоты, и лидеры многих населенных пунктов. Ни в коем случае мы не ставили на цели, чтобы они были все независимые. Естественно, что в команде есть представители и других партий. Значит, мы сказали, что после утверждения мандатов депутата Народного собрания соберутся все депутаты, которые входят в эту фракцию, и мы будем вести консультации по выборам председателя, заместителя и председателя комиссии. Но это только после утверждения мандатов депутата Народного собрания. Сегодня пока не утверждены мандаты. Естественно, что мы не можем обозначать ни руководителя, ни выбирать сегодня руководство. Но сегодня уже есть команда, которая составляет 19 депутатов, которые определили, что они будут вести работу совместно. Значит, мы хотим сотрудничать со всеми депутатами. Если мы сегодня говорим о фракции «Обновленно сильная Гагаузия», то я уверен, что в дальнейшем не только представители этой фракции, а думаем, что большинство депутатов смогут работать совместно. Гагаузия прошла долгий период конфронтации в Народном собрании. Я считаю, что в воскресенье была поставлена точка, что в дальнейшем Гагаузия обновляется, Гагаузия объединяется, и мы должны сегодня стать примером и для страны, и в дальнейшем работу производить совместно. Значит, есть очень много вопросов, над которыми сегодня нужно работать. Есть много вопросов работы между примариями и Народным собранием и исполком Гагаузии. Я уверен в том, что дальнейшая работа между ветвями власти изменится в лучшую сторону. По моему мнению, потому что я говорю, что выборы, в принципе, оно всегда показывает. Если мы в воскресенье видели, что работает объединенная уже команда фармузала, то есть единая Гагаузия вместе с коммунистами, это означает, что если у них есть общие депутаты, потому что я твердо могу сказать, что некоторых населенных пунктов они сейчас не смогут разделить своих депутатов, потому что они поддерживали их совместно. То есть это говорит о том, что они должны в дальнейшем совместно работать. Но сегодня нельзя говорить о всей партии коммунистов, что они будут представлены партии коммунистов, что они будут представляться именно в этой фракции. Поэтому я думаю, что силы других партий, которые есть представители, Они расколются на разные лагеря. Мы сегодня ни в коем случае не ставим перед собой цель, потому что много разговоров идут в Гагаузии сегодня, ставить вопрос о том, чтобы башкан Гагаузии ушел с работы. Нет, такого вопроса нету и она и не планируется. Мы хотим совместного диалога, совместной работы, но работы той, которой сегодня ждет себя Гагаузия. Также мы ни в коем случае не ставим перед собой цели для того, чтобы вести какую-то агрессивную политику против Компартии Молдовой. Пришло время в Гагаузии действительно объединиться и работать вместе. Для того, чтобы объединиться, естественно, что кто-то должен взять ответственность. Сегодня фракция, которая создана, и которой я уверен, что добавятся еще депутаты, мы готовы взять ответственность на себя для того, чтобы в дальнейшем объединить и остальных депутатов и работать во благо Гагаузии. В конфронтации было очень много, к сожалению, на выборах в Народное собрание. Вначале для того, чтобы выборы были назначены, летом вы все наверняка помните, три месяца Народное собрание не могло назначить выборы, пока именно наша команда не предложила, что давайте мы создадим такой меморанум соглашения, где обговорим все вопросы, из-за которых не может назначиться выбор для того, чтобы все-таки сдвинуться с места. И мы такое соглашение подписали с Башканом Гагаузии, подписывали председателя Народного собрания Харламенко и Башкан Гагаузии Формузал. Коммунисты отказались идти на компромисс, на диалог, и благодаря только этому были назначены выборы в Народное собрание. Были представители дальнейшей в ЦИКе, я думаю, что было это правильно, три представителя, хотя они были от разных организаций, но мы отлично знаем Гагаузию людей, мы отлично знаем, кто кого поддерживает. И три человека было, которые поддерживают Единую Гагаузию, три человека, которые поддерживают Новую Гагаузию, три человека, которые поддерживали в ЦИКе партию коммунистов. Хотя они выдвигались от разных организаций. Это дало возможность, я вам скажу, провести целое народное собрание, предвыборную гонку, довольно-таки скажу, что без особой грязи. В принципе, борьба и грязь, и все негативы начались в последние дни предвыборной кампании. Это перед 9-м числом, это 8-го числа, когда, в принципе, мы почувствовали, что уже объединенная команда Формузала и Ирина Ивла подали в суд на некоторых кандидатов депутатов от Нового Гагаузии, чтобы их сняли с предвыборной гонки. Это было сигналом, что ситуация меняется, начинается агрессия, начинается грязь, но мы это все выдержали. Конечно, я считаю, что это не красило сегодня и наших оппонентов, что представителям 4-х человек нашей команды, значит, в дальнейшем, они и в ЦИКе, и в суде доказывали то, что они имеют право баллотироваться. Ну, это был вчерашний день, мы это все забываем. Сегодня есть сегодняшний и завтрашний, поэтому мы сегодня и создали, значит, фракцию объединенное, значит, объединение «Сильная Гагаузия» и призываем всех депутатов войти в эту фракцию для того, чтобы в дальнейшем работать. Ни в коем случае мы не ставим перед собой цели вести агрессивную политику с нашими же депутатами или с нашими жителями, которые здесь есть. Нет, мы, значит, во время предвыборной кампании не обращались ни разу в судебные органы. К сожалению, нам приходилось только участвовать там, когда нас вызывали для того, чтобы предъявляли нам какие-то требования или же хотели наших депутатов снять с предвыборной гонки. Мы, в принципе, то соглашение, которое заключали, я считаю, что мы выдержали и мы, значит, показали, что действительно мы умеем держать слово, если мы подписываем какие-то соглашения. Сегодня наша фракция не политизирована. Я сказал, что фракцию могут, значит, вступать и представители различных партий, потому что мы сегодня не объединяемся какими-то политическими интересами. Мы сегодня объединяемся именно теми вопросами, которые есть в Гагаузии для того, чтобы действительно жизнь Гагаузии изменить, наладить. Что самый главный вопрос, который у нас есть, то, что очень много жителей выезжает за границу. Естественно, что привлекать инвестиции, иметь нормальное отношение со всеми партиями, с властью страны для того, чтобы в дальнейшем мы могли строить и заводы, и фабрики, открывать рабочие места. Город в этом году, в принципе, довольно-таки очень успешно работал над многими проектами. Сейчас эти проекты мы воплощаем, внедряем уже в жизнь. Первые проекты внедрились сейчас, значит, следующее, я думаю, что в начале октября будет внедрён очень большой проект в Камрате. Это, значит, строительство канализации, капитальный ремонт отчистных сооружений, замена большей части водопровода, открытие нового парка. Есть много проектов и по Камрату, но я уверен, что в дальнейшем, работая совместно и в народном собрании, такие же проекты появятся и в других населённых пунктах. Я уверен, что, конечно, это и роль команды, но самое главное, Гагаузия сегодня хочет, чтобы в Гагаузии был порядок, чтобы закон был для всех, чтобы закон и для башкана Гагаузии, и для депутатов народного собрания, и для примаров, и для всего населения. Тогда, естественно, что мы сможем работать. Поэтому я уверен, что большинство наших избирателей сегодня голосовали за новую Гагаузию, за обновлённую команду, только из-за того, что то, что сегодня есть, очень многих людей это не устраивает, и люди ждут перемен. Перемены начались. Общественное объединение нового Гагаузии. Я сказал, что, в принципе, мы и не подавали суд ни в одном избирательном участке, и не планируем подавать нигде. Но что будут делать представители других политформирований, в принципе, я не могу сказать. Но то, что есть, мы видим, что у некоторых населённых пунктов практически 4, 10, 15 голосов, это говорит о том, что люди, в принципе, разделились на 2-3 лагеря. Поэтому сегодня предстоит очень большая задача всех объединять. В принципе, в этой предыборной гонке мы и говорили, что наши оппоненты – это не то, что наши не друзья. Это наши же жители. И проходят выборы, и мы должны оставаться здесь. На этих выборах мы были свидетелями тому, что очень большая группа депутатов парламента Республики Молдова, руководителей партии Гагаузии вели активную агитацию. И скажу, что с многими вещами я был не согласен, потому что именно такая агитация, которая натравливала сегодня жителей Гагаузии друг на друга, велась именно агитация, что если не выберете нашу партию, завтра здесь будут румыны, отберут ваши земли, не знаю что. Естественно, что шли выборы депутатов народного собрания Гагаузии. И депутаты народного собрания Гагаузии не могут открывать границы Румынии или закрывать. Это, в принципе, решает парламент страны. Ну а они приехали в Гагаузии и, в принципе, свои функции возложили на Гагаузские парламент, на Гагаузские народные собрания. Это неправильно, и наверняка поэтому и наши избиратели, я скажу, что наши избиратели довольно-таки уже, это не то, что 10-15 лет назад, наши избиратели уже очень хорошо разбираются во всем. И поэтому, разобравшись, значит, каждая команда, каждое политформирование, какую агитацию ведет, у кого какие программы, люди все-таки выбрали обновленную, люди хотят перемен и проголосовали большую часть избирателей за наших кандидатов. Потому что мы видим, что в больших населенных пунктах, в городах больше депутатов именно от нашей команды или от тех депутатов, которые поддерживают нашу команду. Я никогда не поддерживал нарушения во время выборов, не поддерживаю и сейчас, и считаю, что каждый человек волен голосовать, как он хочет. Но, естественно, что если человек находится под контролем, это неправильно. Каждый человек должен голосовать, и, естественно, что бюллетень сложить, положить, чтобы никто не видел, как он проголосовал. Редактор субтитров А.Семкин